Друзья, всем привет! С вами Сергей. Сегодня в моей мастерской небольшое пополнение, а именно ленточно-дисковый шлифовальный станок JIB BDS610. Приобретал данные станочки я в магазине Harverus. Данный станочек является новинкой, и на просторах интернета я не нашел на него обзора. Поэтому решил сделать свой небольшой обзор, распаковку, ну и, конечно, затестить в работе. Я думаю, для многих будет интересно. Итак, давайте приступать, и первым делом сделаем с вами распаковочку данного станка. Станок поставляется в картонной коробке. При открытии мы видим, что все проложено пенопластом. Сверху также у нас идут комплектующие. Здесь у нас шлифовальный диск с зернистостью 80 и инструкция. Под пенопластом у нас находится сам станочек. Также здесь рабочий столик и еще комплектующие. Сейчас достану все из короба и более детально рассмотрим. Достал станочек из короба. Далось это нелегко, так как данный малыш весит 44 килограмма. Основание у данного станочка чугунина, поэтому довольно-таки такой тяжелый. Сбоку мы видим аспирацию, можно подключать. Также, если более детально рассмотреть, мы видим ручки. С одной стороны вот такая вот ручка у нас находится. И с другой стороны вот такая ручка, которую можно убирать. Здесь у нас находится панель управления, включение, выключение. Здесь мы видим все комплектующие, что были со станком. Это столик, он выполнен из чугунины, тоже довольно тяжелый. Опора для этого столика, тоже выполнена из чугунины. Шлифовальный диск, опора для ленты, винты, саморезы, инструкция. И вот в этой коробке у нас был транспортир. Я его собрал. Посмотрите, как он добротно выполнен. Ну и первым делом при сборке сейчас установлю шлифовальный диск. Открутим два винта и уберем защиту. Прежде чем наклеить диск, обезжирю поверхность. Убираем защитную пленку и наклеиваем диск. Далее установим опоры для рабочего стола. Один упор у нас идет с индикацией, второй без. Крепить все это будем на четыре винта М6. Далее установим кронштейн для крепления рабочего стола. Устанавливаем кронштейн в паз и фиксируем барашком. Данную процедуру также делаем и с другой стороны. Далее установим столик и закрепим его на четыре болта М6. Для удобства затягивания винтов рабочего столика станок установил на бок. Так будет удобнее закрепить винты. Теперь установим опору для шлифовальной ленты. Крепится данная площадка на два вот таких винта, которые идут в комплекте. Устанавливается вот на эти два отверстия. Для регулировки зазора между рабочим столиком и лентой буду использовать сверлышко 2 мм. Осталось установить транспортер. И наш станочек готов к работе. Друзья, ну и давайте запустим наш станочек в работу. Кстати, хотелось бы сказать, что шнур питания здесь довольно-таки мягкий. И длина его составляет 2 метра. Ну и давайте включим. Как видим, станочек работает тихо. Не трясется, с учетом того, что я его даже не закреплял на столешнице. То есть стоит уверенно. Друзья, ну и прежде чем приступим к работе на данном станочке, давайте затронем его технические характеристики. Сердцем данного станка является асинхронный двигатель мощностью 550 Вт. Потребляемая мощность 825 Вт. Пусковой ток 4 А. Диаметр шлифовальной тарелки составляет 254 мм. А размер рабочего столика 200 на 355 мм. Что касается абразивной ленты, то длина составляет 1219 мм. Ширина 152 мм. А скорость 8,6 м в секунду. Диаметр патрубка аспирации составляет 63,5 мм. Вес данного станочка, еще раз повторюсь, 44 кг. Ну и давайте теперь попробуем поработать с деревом на данном станочке. Посмотрим, как он себя покажет. Взял вот такой брусочек и сейчас закруглим углы. Также подключил аспирацию. Как видим, станочек со своей задачей справился на отлично. Даже не почувствовал этот брусочек. Также видим, что пыли нет. Значит, аспирация рабочая. Ну и также давайте проверим настройку рабочего столика. Как видим, зазоров нет. Значит, столик настроен правильно. Далее установим транспортер. И выставим 45 градусов. Как видим, станочек тоже справился на отлично. Сейчас хотелось бы показать, как будет работать станочек, если не включить аспирацию. Какая будет пыль. Как видим, без аспирации 2 секунды и все у нас в пыли. Поэтому обязательно работайте с аспирацией. Подключайте пылесос, либо вытяжку. Теперь ослабим столик и сделаем угол 45 градусов. Все. И попробуем поработать в таком положении. Далее очередь дошла до ленты. Поработаем вот с такой заготовкой. Взял специально, прошел с ленточной пилой. Отрезал заготовку, чтобы была вот такая шероховатость. И попробуем сейчас ее обработать на ленте. Продолжение следует... друзья как видим заготовка обработалась просто отлично все гладко нажимал я довольно таки с большим усилием но как видели мощности хватает станок не останавливается то есть для моей мастерской это и мощность будет просто за глаза также огромным плюсом считаю что с данной лентой можно работать как в горизонтальном положении так и вертикальном для этого берем шестигранник который идет в комплекте ослабим винт и поднимаем нашу ленту подняли теперь затягиваем винт все можно приступать к работе возьмем вот такой брусок 50 на 50 и отторцуем край вот таким образом возьмем небольшой угольник и посмотрим что у нас получилось как видим все идеально ну и хотелось бы показать небольшой лайфхак как я чищу ленты для этого использую старый засохший силикон включаем станочек как видим лайфхак рабочий лента и шлифовальный диск абсолютно как новый единственное никогда не нужно забивать до последнего диск а потом пробовать его очистить конечно в этом случае возможно это и не будет работать а так поработали немного взяли почистили и приступили снова к работе и диск у вас прослужит очень долго друзья вот такой получился небольшой обзорный ролик обязательно напишите в комментариях как вам данный агрегат понравился нет возможно вы увидели какие-то плюсы минусы тоже обязательно напишите это в комментариях от себя хотелось бы отметить что данный станочек мне понравился из плюсов хотелось бы отметить что станок тяжелый 44 килограмма работ на нем одно удовольствие он никуда не шевелится то есть стоит намертво также здесь большая тарелка шлифовальная плюс очень хороший чугунный столик рабочий также из плюсов это то что можно работать с лентой как в горизонтальном так и вертикальном положении из минусов наверное я бы отметил это то что когда мы работаем с тарелкой пыли нету я вам показывал как что будет если мы отключим аспирацию то есть пыль летела и везде просто что касается шлифовальной ленты вот в таком положении отсюда все равно есть немного пыли но когда мы шлифовальную ленту ставим вертикально все пыль пропадает она тоже вся уходит через аспирацию в остальном станочком я просто доволен мощности мне хватает я брал заготовку прижимал и к столу станочек даже не чувствовал не останавливался этой мощности для моей мастерской будет просто за глаза на этом все друзья обязательно поставьте лайкосик если к вам понравился видос надеюсь для многих он был полезным но мы на этом прощаемся всем пока до новых встреч